Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова В регионе уже есть предприятия, которые могут стать в авангарде и повести за собой малый и средний бизнес. Через год они смогут удвоить свою выручку и заполнить внутренний рынок, который весьма опустел после ухода иностранных производителей. Нужна синергия между системой образования, когда мне, например, хочется, чтобы в каждом колледже, в каждом институте, в каждом университете, на всех кафедрах, где готовят дизайнеров, обязательно были проекты, связанные с детской одеждой, с детской обувью, с детскими игрушками, с детской мебелью. Чтобы они были практикоориентированы, не сами придумывали, а в коллаборации вместе с конкретным производителем. На сегодняшний день Ассоциация предприятий индустрии детских товаров объединяет более 300 участников рынка, среди которых производители одежды Орби, магазины Комус и детский мир Фикс Прайс, а также изготовители детского питания, учебного оборудования, музыкальных инструментов. Ассоциация помогает представителям отрасли понять нормативно-правовое регулирование, решать вопросы стандартизации, сертификации, осваивать маркетинг и многое другое. Иностранным компаниям намерены закрыть доступ к недрам Башкортостана. Чтобы заниматься разведкой и добычей, зарубежная фирма должна будет создать юридическое лицо на территории России. Такие изменения предусматривает законопроект, который депутаты госсобрания рассмотрят в первом чтении. По их словам, введение законодательного запрета на разработку недр иностранными компаниями направлено на защиту национальной экономики. Также в республике предлагается создать реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования недрами. Речь идет о победителях аукционов, которые не уплатили вовремя обязательный разовый платеж. Это ведет к срыву торгов и к потерям бюджета. Сведения в реестре будут открытыми и общедоступными. Кроме того, в законопроекте уточняются виды участков недр местного значения. Подробно излагается содержание лицензии на их использование. 11 инженерных классов по профилю авиастроения начали работу в школах Башкортостана. Их создают по поручению президента страны Владимира Путина. Республика стала одним из первых регионов, где они появились. Инженерные классы по этому профилю открылись в 96 школах 23 регионов страны. В республике обучение по направлению авиастроения организовано в 8 общеобразовательных заведениях Уфы, Нефтекамска и Кумертау. Мы понимаем, что это, конечно, дети младшего школьного возраста пока. И поэтому, естественно, мы на нескольких совещаниях проговаривали такую достаточно щадящую, адаптированную форму взаимодействия с ними, которая будет предполагать собой подключение других наших партнеров. В частности, Центр развития талантов «Аврора» и в других городах тоже это Центр детского творчества. А мы, со своей стороны, естественно, берем на себя такое направление, как введение в специальность. То есть, везде мы постараемся дать детям представление о том, что действительно это такое. Так ведь провести, скажем, подготовительную презентационную работу в виде экскурсий, таких небольших мастер-классов, доступных детям. Обучение в них предполагает тесное взаимодействие с базовым региональным вузом. А в Башкортостане это Уфимский государственный авиационный университет и индустриальными партнерами. Предполагается, что учащиеся таких классов не только поступят в профильный университет, но и устроятся на работу на предприятия-партнеры. До 100 миллионов рублей выделят на приобретение новых автобусов для Уфы. Пассажирский транспорт пустят на маршруты к жилым комплексам, которые появятся в ходе застройки микрорайона Южные Ворота. Закупку оплатят из республиканского бюджета. Семь автобусов необходимо поставить до 1 декабря этого года. Они должны быть оборудованы газовыми двигателями и автоматическими коробками передач. Автобусы рассчитаны на 82 человека, должны иметь до 35 посадочных мест. В салоне предусматриваются автоматические системы пожаротушения, площадки для инвалидных колясок и подъемники для них. Кроме того, автобусы оснастят системами аэроглона с кондиционерами, указателями маршрутов и остановок внутри салона системами голосовой связи с пассажирами. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 октября. Поставщика отберут 19 числа. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центральным банком на сегодня. Доллар и евро показали положительную динамику. Американец подорожал на 99 копеек до 61 рубля 24 копеек. Евро плюсует 1 рубль 73 копейки. Курс 59 рублей 97 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу – покупка доллара в банке Финам за 63,76, продажа во Freedom Finance за 66 рублей ровно. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в банке Финам за 63 рубля 1 копейку и продажа в банке Открытия за 65,30. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова